Всем привет на обзоре бренд, 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 бренд Коти под названием, по-моему, Аспен, Аспен, что у нас там под Аспеном? Осина, по-моему, да? Осина или Осина. Ну что, выкачал я его примерно за 6 дней. Не покупайте его без затеста и без нормального обзора от блогеров, безусловно. Дело в том, что все это выглядит достаточно примитивно, обыкновенно. Да и ароматиц такой тоже, как бы, обыкновенный. В нем есть какая-то жированность. Ну ладно, об этом чуть позже. Давайте о шлейфовости. Шлейфовость у него в первый час достаточно высокая. Ну, длинная, что ли, диффузорная. Это метров 2-4 хорошо шлейфит. Но потом все это присаживается, как и здесь написано, колонн, но верить этому не нужно. Там американская, англиканская мера, тубзилетной воды, ну, чтобы не говорить оде-ту-лет, они пишут колонн. Вот и все. Вместо... Это не оде-колонн. Это был бы оде-колонн, слово было бы оде-колонн. Хотя, с другой стороны, америкосы что колонн, что не колонн. В общем, у них под колонном подразумевается все. И более слабая концентрация, и более высокая насыщенная. Так что тут метод ношения и восприятия зависит. Аспен. Так вот этот Аспен, ну, прям, не знаю, прям... Ну, хорошо бы, чтобы он стоил рублей 300-500. Все, ну, как бы не вышиб. Что у нас дальше идет? У нас идет стойкость. Ну, тут со стойкостью, если я зимой тестил его, то он часов пять хорошо звучал. Нормально. То есть слышно его было. Летом, в принципе, шесть, может быть, семь. Ну, шесть. То есть разница не совсем большая. Звучание. Вот само звучание очень странное. Для меня это какой-то пыльный дед. Это реально. Пыльные тряпки, пыльный дед. Вот, в принципе, и все. Что у него туда входит? Там вообще богатая, прибогатая пирамида, безусловно, в нашей... Как-то не особо. Я бы сказал, что, ну, вот реально какие-то пыльные... Знаете, это из разрядов бренда Bad House. Вот у них то же самое вот звучание. Вот это вот... Жированное, маслянистое какое-то... Такие пыльно-влажная древесина, немножко с гнильцой. Осина? Осина? Ну, вот, как бы, вот так вот. Там есть гальбанум, там есть кориандр. Вот что самое вот это вот пронзительное, это кориандр. Он прям вытягивает все. И какие-то у них там зеленые ноты. Ну, пусть будут зеленые ноты. Я считаю, что какой-то трухлявый пень обмотан сырыми тряпками. Ну, вот, в принципе, как бы и так. Пахнет ли он ретро? Ну, да. Да. Причем далеко достаточно сугубо, я бы сказал. Ну, по-дедовски пахнет. Ну, реально, просто по-дедовски пахнет. Если есть дедовские ароматы, такие старые-старые-престарые, то тут даже, знаете, пыльной лавандой пахнет. Во! Без мыльного подтона совсем. Ну, если отнести его к масс-маркету, то это ниша в масс-маркете. Вот это вот. Вот это ниша в масс-маркете. То есть, покупать это для того, чтобы... Ну, что? Чтобы сказать, что пахнет старым дедом. Ну, может быть. К сожалению, да, бывает и такое, что... Ну, аромат такой. Если брать, наверное, старые выпуски, я думаю, что там намного интереснее было бы звучание, безусловно. И я так полагаю, что в старых выпусках вряд ли они делали какой-нибудь натуральный компонент. Ну, как бы, коти... Ну, чего тут брать? Ну, если хотите кого-нибудь отпугнуть, как репеллент, рекомендую. Как репеллент, рекомендую. Ну, вот... Ну, вот какой-то старый матрас. Ну, не обосыный, конечно. Да, просто старый, такой жарованный матрас. Не знаю, что они там, какие-то цикламенов на засовывали, но здесь такого не слышно. Ну, вот реально, как бы, не слышно. Ну, блин. Хотелось бы, чтобы... Интересно бы звучала бы эта фигня. Ну, к сожалению, вот таким образом. Я читал на программатики, что старые выпуски, безусловно. Ну, да, что читать на программатики, про те старые выпуски, они вообще ни к чему не приведут. Ну, все дело в том, что все, что вы воспринимаете от этого, хотите воспринять от этого парфюма, вы будете ошибаться в этом плане. Вот просто сидит ретро, причем сухого участка кожи. Кориандра уже нет, и... Это какие-то пачули, причем очень сухие и... Деревяшистые. Просто деревяшистые. Без бархатности, без шероховатости. Вообще просто плоские деревяшистые. Ну, вот и все. Как бы, но в начале... Конечно, в начале бы... Фу. Немножко вот этим вот он... Вот, есть понятие, как освежитель воздуха. Здесь он чуть-чуть присутствует. Я не знаю, что именно. Какие-то немножко рассольные оттенки. Совсем немного есть, присутствуют. Но... Этот цитрус, он больше какой-то кожаный. Там, безусловно, он есть. И это странно. Ну, вот начало неплохо, как бы, да. А потом вот этот вот, ну... Гальбанум, ну пусть будет. Вот этот кориандр, он уже начинает вылазить. И вот он давит и топит всю композицию. Я не знаю, с чем это сравнивать. Конечно же, настояться. Ну, ему сколько еще настояться? Еще пару лет, наверное, да. Количество-то, всего четверть выкачено. Ну, может быть, и лучше будет. Может быть, и лучше. По идее, как бы, приобретать вслепую не рекомендую ни в коем случае. Если вы не хотите просто, вот, купить репеллент. Хотите купить репеллент? Пожалуйста. Но пользоваться это, блин, для молодежи. Даже более оставшее поколение вряд ли будет прям уливаться и биться им. Но... Тут еще что-то есть. Какое-то такое вот... Душащее. Душащее тебя... Душащее элемент совокупности всей композиции. Вот где-то он там прячется. Не знаю, что это. Какой-нибудь жирный кот. Вот и все. Вот. Ну, нет, ни этого... Животности здесь нет. Хотя могли сделать что-нибудь. Хотя бы больше мха положить. Вот когда он подостывает, через пару часов он уже становится более... Ну, нет, не через пару. Давайте все-таки почестнее будем. Через часа четыре. Он более спокойный, более плоский. Более, более, более интересен. Но в качестве сугубой брутальности, сугубой брутальности, интересен. Но фужерности вот это вот... Вот что-то выеживается оттуда. Странный ароматец, конечно, безусловно. Ну, а что подозревать, как и бракар, как и коти... Что они интересного попридумывали? Может быть, в свое время и вальцовка у них, конечно, она... Ну, не особо круто сделана. Ну, все же так, более-менее. Как у молекулы сейчас. Такая же. Ну, все-таки более-менее. Интересно. Интересно, но это чисто для того, чтобы вот в свою кладовую ароматов поставить, да, и сравнивать. Потому что есть с чем сравнить. Да тот же самый Батхаус бренд. Ну, вот кубанский кедр и лайм. Вот он. Они как два брата. Вот, в принципе, прям четкое определение. Вот такой вот обзор странного аромата под названием Аспен. В переводе осина, вроде переводится. Вот. Ну, как бы, не для покупок вслепую. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok.